Всем добрый вечер! На своем канале я не просто продаю предметы коллекционирования антиквариата, я ищу и рассказы исторических фактов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию медаль за оборону Кавказа, разновидность, паянное ухо, родную сборку. Историческая справка. Медаль за оборону Кавказа учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.05.1944 года. Об учреждении медалей за оборону Кавказа. Автор рисунка медалей художник Энни Маскалев. Медалью за оборону Кавказа награждали все участники обороны Кавказа, военнослужащие Красной Армии, военно-морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственно участие в обороне. Медаль за оборону Кавказа носится на левой стороне груди. При наличии других медалей ЗССР располагается после медали за оборону Киева. На 1985 год медалью за оборону Кавказа награждено 870 тысяч человек. Медаль за оборону Кавказа изготавливается из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. В этом видео еще пойдет речь не только о состоянии медали и так далее. Я хочу рассказать об одном интересном человеке и рассказать о битве за Элибрус. И о зеленых дьяволах Александра Гусева, которые сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа. И немного об самом Александре Гусеве. Александр Гусев фактически стоял у истоков создания специализированных горных отрядов, которые сбросили с вершин Кавказа именитых горных стрелков дивизии Эдельвейс. В августе 1942 года на Кавказе развернулась битва за вершину Эльбруса. В ней участвовали всего несколько десятков человек с обеих сторон. Победа была, конечно, в этом противостоянии за отрядом альпинистов Советского Союза под командованием военного инженера 3-го ранга Александра Гусева. Этот отряд фашисты прозвали Зелеными Дьяволами. Александр Гусев фактически стоял у истоков специализированных горных отрядов, которые сбросили с вершины Кавказа именитых горных стрелков дивизии Эдельвейс. Об операциях отдельного альпинистского отряда Гусева слагали легенды. По его методикам и наставлениях до сих пор обучают горные войска. Вот такие герои обороны Кавказа. Я сегодня просто рассказал об одном из них и его подразделении. Но подробное описание медали есть у меня в предыдущих видео. Я дам ссылку дальше. Стоимость в каталогах этой медали от 20 до 30 долларов. В таком состоянии. Теперь состояние медали. Медаль естественно наношенная. Состояние не люксовое. Но сразу видно, что это оригинал. Колодка в хорошем состоянии. Ухо паяное. В принципе медаль нигде не побитая. В хорошем состоянии. Еще раз повторюсь. Конечно не люксовое. Если понравилось видео, ставьте лайк пожалуйста и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих эвакционах. Спасибо за внимание.